Восемь весовых категорий, около сотни претендентов на медали. Вот уже 14 лет подряд, во второе воскресенье ноября, в спортивном зале 56-й Ульяновской школы собираются юные дзюдоисты, их родители, тренеры старшего поколения. Это традиционный турнир памяти ульяновского борца Ирика Ахмедшина. Здесь какая-то семейная атмосфера, хорошая такая. И я думаю, что для ребят это очень полезно, потому что преемственность поколения – одно из главных качеств, которые должны присутствовать в соревновательной деятельности и в спортивной работе. Мастер самбо и дзюдо Ирика Ахмедшин побеждал на различных соревнованиях всероссийского уровня. Завершив карьеру, выступал в ветеранских турнирах. А за пределами борцовского ковра был лучшим братом, преданным другом, мудрым воспитателем. Его жизнь оборвалась в автокатастрофе в начале 2000-х. У него глаза горели, он хотел жить, хотел учить, наверное, нас, молодежь, нашу. Он всегда был готов отдать себя в свое последнее, помочь людям. В память об Ахмедшине 14 лет назад в школе, где еще мальчишкой занимался сам Ирик, и учредили турнир среди юношей. Ежегодно на него срежаются спортсмены ведущих клубов региона. Тут можно посмотреть, над чем ты должен работать или чему ты научился. Ну и тут приезжают много людей из разных городов. Стартовали ранним утром, финишировали поздним вечером. 14-й турнир памяти Ахмедшина подарил болельщикам много красивых поединков. В большинстве из них переносовали представители областной школы Олимпийского резерва по дзюдо. Они же забрали и специальные призы от организаторов. Арсений Каратук награжден призом за волю к победе, а Егор Попков стал обладателем приза за лучшую технику борьбы. Михаил Сашанский, новость Ульяновской правды.